Всем привет! Меня зовут Полина Жеребцова, вы на моем канале, и я рассказываю истории своих земляков из города Грозного. Дело в том, что до Первой Чеченской войны в городе Грозном проживало так много людей разных национальностей, да и во время Чеченской войны, что очень много историй. И со мной связываются люди, которые, так же, как и я, являются свидетелями событий, которые проходили на Чеченской войне, и рассказывают свои истории. А я перескажу вам историю Виктории, ее брата Ростика. Это русские люди, которые многими поколениями жили в своем родном городе Грозном. И Виктория немного старше меня, то есть на начало Первой войны мне было 9 лет, а она была немного старше. В честь деда по отцу Виктории и ее брата Ростика, героя Советского Союза Георгия Петровича Зазули в городе Грозном в советские времена была названа улица. Большая русская семья проживала в Олимпийском проезде по улице Киевской, дом номер 5. И Виктория очень хорошо помнит, что конфликтов между народами многонациональной республики не было до начала 90-х годов. Все жили в мире. В городе Грозном в основном жили русские и самые разные другие национальности. А чеченцы и ингуши жили в селах, в других маленьких городках республики. А те, которые проживали в Грозном, были очень интеллектуальные люди, очень воспитанные. И они занимали должности. То есть они были врачи, учителя, занимались бизнесом. То есть они в начале 90-х представляли собой элиту. И Виктория ходила в школу номер 12 по Бароновке каждый день. И с окна своей квартиры, с балкона они наблюдали, как в начале 90-х начали поджигать дома и участки у армян и евреев. Потому что на Бароновке в основном жили именно евреи и армяне. Кого-то убили, кто-то сам убежал. Это начали делать варвары. И городские чеченцы называли таких варваров, бандитов, уголовников гуронами. Это слово гуроны было распространено в нашей республике в Чеченской и также в Ингушетии и в Дагестане. Это человек-варвар, который пришел откуда-то с гор и все уничтожает. Ломает беседки, поджигает, рубит деревья, выбрасывает мусор в окна. И в окна бросали мусор. Я помню, в нашем районе Старопромысловска мы просто не могли с детьми пройти по асфальту с другими. Не со двора, а с уличной стороны дома. Вот поселившиеся гуроны, они бросали просто огромные пакеты с мусором на асфальт. И мы ходили по дороге, где проезжая часть, где машины. Потому что мы не могли идти рядом с домом. До первого этажа лежали пакеты с мусором. И воняло. И никакой управы на гуронов не было. Они действительно наполнили в начале 90-х именно столицу. До этого их там духу не было. Это были люди необразованные, очень озлобленные, мстительные. И желающие всех убивать и все захватывать. И поэтому местные городские чеченцы, очень образованные и воспитанные люди, они дали им такое прозвище Гуроны, которое прижилось на десятилетия. И надо сказать, что, конечно же, в селах тоже были образованные и очень порядочные люди. Я таких знаю, чеченцев. Но были и вот такие представители, которые хлынули в город, в столицу, где всегда была светская жизнь и творческие коллективы. И Виктория вспоминает, что именно тогда начались конфликты. Если до этого были какие-то мелкие конфликты, например, кражи велосипеда, потому что с 80-х годов уже строились, строили дома в городе Грозном, тоже сельские жители из сельских районов, дети подрались, ну и так далее, то затем, в начале 90-х, начались уже убийства, грабежи, пытки, по крайней мере, в районе, где она жила. Мама Виктории работала в морге при МВД. Там судмедэкспертиза проводилась. И туда привозили людей после страшных пыток. Это еще время до Первой войны в Чечне. Убивали целыми семьями. Чеченцы чеченцев забирали сразу, а русских хоронили в общих могилах, потому что они были невостребованные трупы. Соответственно, бандиты забирали жилье, забирали деньги, нападая на семьи беззащитные, потому что законы уже рухнули, они не действовали в Дудаевской Чечне. Детские пособия были отменены, старики не получали пенсии. У кого было сельское хозяйство в горных селах, те как-то выживали. Городские просто выносили из дома последнее, чтобы обменять на картошку и хлеб. Вот такое было время. И семья Виктории выживала тем, что у папы было фотоателье, какие-то живые деньги. Маме какое-то время платили заработную плату. Тетя, дядя, значит, они бросили работу, потому что нигде не было зарплат, не платили уже в государственных учреждениях. И они занялись торговлей на центральном рынке города Грозного. Надо сказать, что в девятиэтажке, где жила семья Виктории, после того, как их друзья, они очень дружили с чеченской семьей, Ахмадовы, Роза и Руслан. Больше всего Виктория дружила с Зулихан девочкой. Когда они уехали в горное село, им не нравилась городская жизнь, то их стали преследовать. Это время до войны первой в Чечне. И, помучившись, когда им поугрожали, побили двери, оскорбляли, просто как русских, русскоязычных. Никогда этого не было в 80-х годах, скажем. И в 90-х это просто массовый взрыв начался. Вот такого национализма лютого. Который перешел потом практически в фашизм, когда уже убивали людей по национальности. Просто на улицах захватывали квартиры, в подъездах, в домах. Я вот пробовала рассказать некоторые истории. Я рассказала менее 1% то, что я только знаю. То есть это было массово на каждом этаже, на каждой улице, в каждом районе. Это просто не передать, сколько я знаю таких случаев, когда это закончилось убийством, допустим. И я прямо с адресами. И у Виктории в районе творилось то же самое. И вот они, своих друзей, которыми они там дружили, родители очень долго, чеченцев, они, значит, вызвали из села, попросили их помощи и сказали, что невозможно здесь находиться. Вот эти гуроны понаехали, они не дают жить, они преследуют русскоговорящих, они бегают в туалет там, за гаражи на улице, они даже не понимают, как нужно пользоваться уборной. И бросают мусор в окна, и ведут себя развязно, грязно, ругаются и так далее. И вот эти чеченцы Ахмадовы, у которых квартира была в этом же подъезде, они выкупили у русской семьи за 3000 рублей их квартиру. То есть они помогли. Чеченцы были хорошие соседи, которые вот из села приехали на помощь, и помогли русской семье. И семья Виктории никуда из родного города Грозного, где там их предки жили, они никуда не уехали. Они просто недалеко от президентского дворца Джохара Дудаева, по улице Шерипова, они купили другую квартиру. И там во дворе все были русскоговорящие, полным-полно, там чеченских семей было всего 2-3. Русские люди, они были полностью в городе Грозном, он был наполнен десятками тысяч, сотнями тысяч русских людей. Виктория, её брат Ростик, родители, собака, все поселились на Шерипова-6. рядом с президентским дворцом Джохара Дудаева. Это случилось в 1993 году, за год до начала Чеченской войны, когда им пришлось покинуть свою девятиэтажку по улице Киевской-5. Напротив, в доме, где они поселились, на Шерипова-6, был дом партизанская 22А. И там жили дедушка и бабушка Виктория Ростика по фамилии Козловы, бабушка Раиса Матвеевна и дед Николай Иванович. До войны, значит, в мирные годы, до начала вот этих бурлящих событий 90-х без пенсии, пособий и без зарплат, бабушка Раиса Матвеевна, она работала в Гипрогрознефти. И имела хорошую должность, зарплату. Затем, в смутные 90-е, они начали заниматься тем, что торговали. У них в Андреевской долине было две дачи, дед и бабушка выращивали фрукты, овощи, делали варенье с оленя, также покупали жвачки, припродавали. Естественно, Виктория и Ростик помогали. И там, где магазин Океан, был базарчик, где они торговали. И уже начались вот такие страшные события, как преследование русскоговорящих людей. И Виктория свидетельствует, что когда ее дедушка и бабушка возвращались с рынка, на них напали местные уголовники-чеченцы, деда сильно избили, бабушку напугали, и они поняли, что все в республике меняется. И действительно, такие отдельные случаи были, и даже в нашем районе, но это не было массово. Виктория утверждает, что казни по шариату были гораздо раньше. То есть, я, например, помню, что казни были в Масхадовской Чечне с 1996 года. Виктория утверждает, она старше меня, что казни были и раньше, очень страшные, русская семья не ходила на них смотреть, и сгоревшие танки, и обгоревшие куски тел, которые валялись частично на деревьях, частично на асфальте, перед президентским дворцом были еще до начала войны, когда между собой сцепились и сражались дудаевская оппозиция и дудаевцы-ичкирейцы. То есть, они там убивали друг друга, и вот эти вот, значит, танки, еще не российские, все это валялось недалеко от ее дома, сгоревшее, и она это видела, она этому свидетель. Также начались похищения молодых девочек и девушек с целью изнасилования, надругательства и убийства. Случаи были массовыми, и надо сказать, что, конечно, уголовники с автоматами, которых выпустили из тюрем, потому что Джохару Дудаеву нужна была поддержка, и очень много именно бандитов и убийц было выпущено, с тремя классами образования им было роздано оружие. Это кроме людей, которые действительно верили в идею х-керри, и действительно хотели какой-то независимости, и кроме мирных людей, которые вообще не знали, что делать от голода без пенсии и пособий. То есть, это был такой разномастный салат-винегрет, но бандиты были с оружием, а все остальные просто голодные и без денег. Значит, помимо всего этого, вот начались похищения молодых девочек и девушек. Я это очень хорошо помню. Это была массовая история. Матери нас предупреждали не подходить никаким машинам и, конечно, выбирали, потому что это безнаказанно, это русскоговорящих армян, евреев, украинцев из семей именно таких напасть, избить, а если девушка, то убить, изнасиловать. Но я знаю несколько случаев, когда нападали и вот так себя вели непотребным и недостойным образом даже с чеченками в Старопромысловском районе. И вот Виктория шла с мамой, они уже зашли в родной двор. Это была совсем молодая юная девушка, немногим старше меня на то время. Это 94-й год. И остановилась машина, вооруженные люди выскочили и прямо при матери, мать грубо оттолкнули на землю, она упала, а Викторию стали тащить в машину, что они с ней позабавятся. И ей удалось вырваться из куртки, в которой она была, и побежать. Мужики здоровые с автоматами кинулись за ней, и она знала, что там за углом есть забор, в котором раздвинуты прутья, и ребенок, подросток проскочит, а здоровый мужик нет. И она туда кинулась и убежала, потому что даже ее мать не могла ее никак защитить, это все на глазах ее матери творилось. Вот что творили беспредельщики и уголовники в Чечне. И мы все и совершенно справедливо осуждаем полковника Буданова и его непотребные и грязные действия по отношению к девушке. Так вот, все девушки достойны того, чтобы с ними так не поступали. И когда мы осуждаем одних преступников, нужно не забывать вспомнить и о других преступниках, которые тоже чувствовали себя очень безнаказанно. И вот история Виктории вам доказательство того, что находчивость, ловкость и смекалка молодой юной девушки помогла ей избежать насилия и возможного убийства после этого. Виктория напомнила мне о том, как делали подпорки. Ее дедушка Николай Иванович сделал подпорки в двери. И каждую ночь двери запирались на засов изнутри, потому что людей приходили убивать, приходили грабить. был полнейший беспредел в республике творился. И я вот когда она это рассказала, я вспомнила, но я это и так знала, но я прямо увидела перед глазами, как все это было уже в нашем районе, совершенно другом районе. Мы жили от президентского дворца достаточно далеко. У нас тоже и русские, и чеченцы, и люди других национальностей, уроженцы Чеченской республики, Чечена-Ингушетия делали подпорки, делали засовы именно от бандитов, от убийц безжалостных, которые вот уголовники. Они прикрывались национальными идеями, они прикрывались самыми разными лозунгами, и они просто приходили грабить, пытать и убивать. Это было массово, да. Это как раз в тот момент вообще в стране, которая была СССР и развалилась в Новой России, это было массово, и это было во всех регионах, это было и в Москве, это было и в Сибири, это было и в Санкт-Петербурге, и в Саратове, и где угодно, и в Омске, и в Томске, то есть бандитские группировки. И естественно, что в Чечне это были чеченские бандитские группировки, а скажем, в Москве это были русские. И в Чечне они выбирали самых беззащитных, кого? Ну, не чеченцев же, у которых кровная месть. Хотя, надо сказать, что иногда в единичных случаях доставалось и самим чеченцам, то есть родным чеченцам, которые потом как-то искали этих представителей и мыстили, то есть объявляли им кровную месть. Да, потому что она действовала, действует, я думаю, будет действовать. Вообще, горские законы, это определенные законы и свой менталитет. и кого не жалко, не жалко чужих, а чужие это те, у кого нет кровной мести. Ну, все, если у тебя кровной мести нет, ты чужой, с тобой можно делать все, что угодно. Вот и все. Вот это логика уголовника-бандита, да, собственно говоря, это логика людей, которые живут по своим клановым традициям и обычаям. И ты просто чужой. Ты чужой, у тебя другие традиции, и значит, ты беззащитный, и значит, за тебя никто не придет и не спросит. И вот в 94-м году знакомая Чеченка сказала бабушке Виктории, что точно будет война, что они все выезжают, что детей женщины с города вывозят, что будут бомбежки, и что город сотрут с лица земли. То есть это было вот Чеченке какое-то известно еще там за несколько месяцев до войны. И бабушка Раиса Матвеевна стала думать, что же делать. А ее знакомая до этого выехала в Калмыкию и купила в маленьком селе дом без всяких удобств. Ну вот просто какой-то самальный домик за валюшку с колодцем на улице. И бабушка, быстро продав квартиру с дедом за копейки, тоже выехали и купили себе вот такой дом-хатку без всяких удобств и коммуникаций. То есть нужно топить дровами. в общем, 18 век на дворе вместо конца 20 века. И в такие страшные условия они попали, но они смогли выехать прямо вот перед самым началом войны в Чечне. Виктория, ее тетя, это очень большая русская семья, они взялись сопровождать бабушку и дедушку. И вот первый опыт был, что дом вот этот завалюшка наполняется гарью, дышать нечем, нужно искать дрова сырые, помощи никакой нет, естественно, от государства. На улицу надо искать, где-то копать ямку под кустом, нет уборной, нет ванны, нет ничего. Вот такие страшные условия. И они побыли какое-то небольшое время и вернулись в город Грозный назад, свой родной город. Назад вернулись, а уже начинались бои, уже российская армия. По сути, это была гражданская война, потому что у всех людей одинаковые паспорта, одинаковые деньги. Обычно вот вне накала страстей и ненависти лютой между народом все дружили, роднились, ездили в гости. Город Грозный называли русский город, там 90% русскоговорящих проживало. Всегда все жили в мире, лечили, учили, были врачи, учителя, то есть не было никакой ненависти. И вот эти проклятущие человека-ненавистники сумели сделать раздор, как и в Москве, что в Чечне все не люди, нужно бомбить и так далее, так и в Чечне. Такой же бардак, такая же ненависть началась, и это все спровоцировало конфликт, когда ребята, которые могли вместе ездить на рыбалку и обмениваться какими-то советами по спорту, значит, их натравили друг на друга, чтобы они друг друга убивали. Это сделали власти, которые не сумели договориться, власти Чечни, вот этот Дудаев с компанией своей и Ельцин со своей компанией, которые Ельцин не послушал Государственную Думу, которая была против ввода войск в Чечню, и, значит, у них там была своя партия войны, а в Чечне была своя партия войны, всем было абсолютно наплевать на сотни тысяч мирных людей, которым никакая война была не нужна. Я очень хорошо помню такой момент, как мы с матерью забежали к одной Чеченке, ей было лет пятьдесят, и у нее сын был лет тридцати, и моя мама говорит, это уже вторая война началась, осень девяносто девятого года, что объявили же джихад в священную войну, она говорит, да будь они прокляты, всю жизнь мы жили нормально, всю жизнь роднились, всю жизнь у меня были соседки русские, всю жизнь мы вместе обменивались рецептами, готовили пироги, да будь они прокляты со своей войной, будь они прокляты, и как же она кричала, и до сих пор у меня в ушах ее крик стоит, вот мирные люди именно так относились к войне, именно так, а все остальное это сказки, сказки для дураков, сказки для новой ненависти, сказки для подпитки этой ненависти, что вот будем мстить, убивать всех русских, каких русских, которые сами были под бомбами, которые сами там страдали в первую очередь, вот бандитам уголовникам на это наплевать, и именно поэтому столько жестоких убийств наших земляков было русских там, когда российская армия бомбила, она бомбила всех вместе, когда людей расстреливали, расстреливали всех вместе, и такого не было никогда, чтобы сказали, а кто здесь чеченец, выйдите, мы его расстреляем, говорили русского сюда, ингуша сюда, чеченца сюда, это с российской стороны, а чеченские уголовники спрашивали, где здесь русские живут, и тоже на русских отрывались, то есть русские местные, много-много тысяч людей, сотни тысяч, они оказались между двух огней, для российской армии они были как бы предатели, то, что они с чеченцами дружат, живут из поколения в поколение, а для чеченских уголовников, которые прикрылись национальными лозунгами, и они были просто потомки оккупантов, квартиры, и так далее, то есть вот страшнее участи, чем у них, просто не было, поэтому я обязана рассказывать историю своих русских земляков, так же, как я рассказывала и рассказываю истории всех остальных национальностей, потому что чеченцы, они как бы сами о себе очень много рассказывают, горные чеченцы, например, там, сельские, которые много что видели, а вот в городе, поскольку в основном-то жили как раз русскоговорящие, очень мало свидетельств, потому что людей убили, убивали целыми семьями, и кто об этом расскажет, вот Виктория рассказывает свою историю, и поэтому для меня очень важно сохранять такие правдивые исторические факты, когда именно свидетель говорит, это самый чистейший источник, когда это не через десятые руки, а когда свидетель свидетельствует о прожитом. Виктория очень хорошо помнит тот двор по Шерипова 6, где напротив в доме по партизанской 22А жили ее дедушка и бабушка, бабушка бывший работник гиперогрознефти, а дед полковник военный, и те события, которые там происходили, например, как однажды тоже вот Гурон, человек необразованный молодой паренек, материл отборнейшим матом ее и знакомых и бросал камни в собаку. У Гуронов почему-то была страшная ненависть к животным, они их страшно убивали, бездомных животных. Я помню это по своему району. Ну вот Виктория рассказала, что у них бросали камни, и она в ответ взяла кусок ржавой трубы и тоже запустила в этого паренька и разбила ему голову до крови. И надо сказать, что его родственники прибегали с автоматами, искали кого убить, но знакомые Виктории подростки ее не выдали, но больше в этом дворе не появлялись, потому что их могли убить. А Виктория сказала, что этот парень вел себя плохо и просто бросили в ответ наград камней. эту трубу. Ну и родственники паренька с автоматами разошлись ни с чем. Когда началась первая чеченская и загремели бои, то соседка Ефимова Людмила, которая проживала на втором этаже над квартирой Виктории Ростика, ее отца, ее матери, как раз по Шерипова 6, она прибегала к ним прятаться. И как-то они все вместе пережидали обстрел и раздался стук в дверь. На пороге стоял чеченский боевик с пулеметом, с патронташем, в общем, весь такой суровый, и он попросился в уборную. И мать Виктория его пропустила. И он там был достаточно долго, и соседка Ефимова Людмила, как вспоминает тогда юная Виктория, она их пугала, что он точно там сделает что-то ужасное, он положит взрывчатку, оставит мину, и когда он через время вышел, поблагодарил и ушел, то мать Виктория вместе с соседкой искали взрывное устройство, но ничего не нашли, обошлось. В декабре 1994 года мать Виктория вместе с братом Ростиком решили что нужно выезжать. И братик, он был младший, и Викторию вместе с собакой, это был маленький пинчер по имени Тим, вывезти все-таки вот в этот сарай завалюшку к дедушке и бабушке в Калмыкию. Они ехали очень долго на автобусах до Астрахани, там пересели на поезд. Проводники вместо сочувствия казалось бы русским людям, которые бегут из Чечни, беженцы высказывали недовольство, требовали бросить собаку на вокзале собаку друга семьи. И в результате со скандалом, со слезами все-таки разрешили, чтобы Виктория и ее мать ехали в тамбуре на холоде, это декабрь, вместе с собакой. А в купе был только младший брат Виктории Ростик. Иначе собаку требовали просто бросить. Вот так помогали русские люди, русским людям, которые бежали из Чечни. Вот прямо идеальная просто форма помощи, это еще, можно сказать, не самое плохое, что случилось с ними. Собаку они не бросили, что вызывает мое безмерное уважение. И на фотографии вы можете видеть Викторию, ее брата и собаку по имени Тим. В январе 1995 года в Завалюшку в селе в Калмыкии стали собираться другие родственники семьи. Приехала тетя с племянником, муж остался в Чечне. И они, значит, все вместе уже большой семьей топили печку дровами, искали остатки мороженой картошки в полях, нечего было есть. и купались в детской ванночке у печки, откуда шел дым. Она была неправильно построена, либо ее не умели топить. В общем, жутчайшие условия, страшнейшие условия. Там люди болели, задыхались, помощи от государства, как обычно. Людям, пострадавшим на войне и от войны. Ноль! И вот так они были до весны вот в этом селе в Калмыкии, то есть самые страшные бои в городе Грозном они пережили там. В марте 1995 года большая русская семья вернулась в родной город Грозный, но пойти им было некуда. Дом по улице Шерипова 6 рухнул вместе с их квартирой, вещи были утрачены, а папа Виктории, который ее воспитал и которого она называет отцом, на самом деле это отчим, он переехал на Тасуево. Это улица Тасуево в районе 9-й городской больницы города Грозного. Там когда-то жили его родители, они потом уехали, когда начались бои, и была квартира в двухэтажном бараке, таком доме барачного типа, потому что именно в районе улицы Тасуево стояли такие бараки, и все были русские. То есть на огромный двор из таких двухэтажных бараков был один единственный чеченец. Это внимание 1995 год март месяц. И действительно в городе было еще полным полно ну десятки тысяч, а может быть и сотни русских людей. Виктория узнала новости, что как раз в этом дворе, где она успела пожить, где долгие годы жили ее бабушка и дедушка, вот Раиса Матвеевна и Николай Иванович, там погиб сосед дядя Боря, как звали его дети. Он на 1 мая покупал всем воздушные шарики, он их надувал, и дети запускали в небо. И дядю Борю знали и любили соседи, именно за то, что он всегда дарил детям праздник. И вот когда был страшный обстрел, дело в том, что в доме на Шерипова 6 не было подвала. Подвал был в доме напротив на партизанской 22А. И дядя Боря с женой побежали туда. Но этот подвал захватили гуроны, так скажем. То есть люди без совести, без чести. И увидев на пороге русских стариков, они просто выгнали их. И когда дядя Боря с женой побежали в другой подвал через улицу, там их пустили. Там в подвале были и русские, и чеченцы, люди порядочные. Но туда попала бомба, и все погибли. То есть все погибли вместе, порядочные люди от бомбы с российского самолета. А эти проклятущие гуроны, конечно же, выжили. Их на небо не берут. И если вы скажете мне, что это неправда, так у нас, значит, в нашем дворе, это совсем другой двор, старопромысловский район, улица Завета Ильича, были берсановы, соседи, которые из пожарных колодцев, налитых в советские времена, не давали мне и матери взять воды, чтобы мы умерли без воды. Понимаете? Насколько люди циничные, злобные и, ну, негодяи. То есть во время обстрела, во время войны они сказали, что это их колодец. Точно так же какие-то негодяи сказали, что это их подвал. И не пустили туда дядю Борю с женой, который всю жизнь жил в этом дворе. И Виктория узнала эту новость и, конечно, очень расстроилась. Вот молодая, очень юная девушка на тот момент. И они, значит, с семьей поехали жить на Тасуево в квартиру отчима, которую она считает отцом. И, значит, там там жили. Окна они заделали кирпичами, на проволоку они навесили консервные банки, чтобы, когда убийцы и бандиты, местные уголовники полезут их убивать, хотя бы схватить ломик и сопротивляться, поскольку это все в городе творилось. Мама вернулась на работу в морг, там, где и работала до войны. Отец тоже как-то начал подрабатывать. Это отчим Виктории, который ее воспитал с самого раннего детства. Она считает его отцом. И сама Виктория, она уже закончила школу и поступила в техникум. Это осень 1995 года. То есть русская семья надеялась, что жизнь наладится в их родном городе, потому что ехать им было просто некуда. Как и другим русским людям, которые тоже жили во всех дворах. Но проучилась Виктория в техникуме совсем недолго. Молодые чеченцы с автоматами проследили. Она ведь внешне не носила платок, как я, не одевалась по шариату. И вот молодые уголовники проследили за ней, бандиты без принципов и совести. И ворвались в техникум и попытались ее вытащить, украсть, ну, для того, чтобы впоследствии убить, понятное дело, как с молодыми девушками и поступали. И за нее вступился чеченец, порядочный человек, заслуженный учитель Чеченской Республики Гайробеков Аюб Якубович. Этот человек спрятал ее в своем кабинете. Он пытался договориться с вооруженными насильниками и бандитами, чеченцами другими. Он говорил, что если они похитят ее из техникума, то его честь пострадает. И это пострадает честь всего техникума, что он позволил отсюда вывести девушку, для того, чтобы с ней совершили непотребные чудовищные вещи. И пока он их заговаривал, вел с ними переговоры, они его, значит, пытались уговорить, что русские же не люди, с ними можно делать что угодно. И вот, значит, на какой-то момент он их оставил и сумел Викторию вывести через черный ход, дал ей возможность уйти и сказал, что переводит на заочное обучение, потому что он не может гарантировать безопасность ей в стенах своего техникума. но этот человек, чеченец, спас ей жизнь от своих же чеченских бандитов, потерявших совесть. Постоянно были обстрелы, то бомба взорвется, то Виктория с братом Ростиком идут за водой, стреляют, и пули попадают прямо по ведрам, и приходится бежать под обстрелом. Недалеко, куда они ходили за водой на водокачку, стояла казарма российских солдат. Дело в том, что у российских солдат были базы внутри города Грозного, где они размещались, где было очень много оружия, и, значит, недалеко от них по улице Тасуева тоже была такая казарма солдатская. И когда утром они выглянули в окно, такой был случай, что они увидели неразорвавшийся снаряд, и они пошли на эту базу солдатскую попросить кого-то из военных, чтобы они забрали этот снаряд, или, по крайней мере, сделали так, чтобы он у них под окном случайно не взорвался. И действительно, два молодых солдатика 18-19 лет вызвались помочь, и они, взяв этот снаряд, просто бросили его в мусорный бак неподалеку. Вот какая была помощь. Пока солдаты российской армии тащили снаряд к мусорному баку, они успели познакомиться. Одного из них звали Женя, и он был из Самары, а другого звали Витя, и он был из Якутии. Солдаты стали иногда, переодеваясь в обычную будничную одежду, невоенную, чтобы их не убили и не зарезали местные жители, а также поклонники Ячкерии, стали приходить в гости к Виктории, ее маме, ее отцу, ее братику, и, значит, пить чай, разговаривать. Они же принесли боевую гранату в подарок, чтобы, если ворвутся бандиты, уголовники, их убивать, о, это было сплошь и рядом, чтобы Виктория или ее мама смогли хотя бы уйти с достоинством. И эта граната была у кровати Виктории, она очень часто по ночам ее сжимала и думала о том, что ей придется сделать, если бандиты и сволочи ворвутся к ним, чтобы уничтожить русскую семью. Однажды во дворе за Шифером по этой же улице Тасуева они увидели грязный матрас и поняли, что там кто-то ночует. Виктория и Ростик проследили и обнаружили мальчика 11 лет. Его звали Ренат, у него убили родителей и он слонялся как сирота по руинам города, они стали его подкармливать, немного подружились с этим Ренатом и через какое-то время он начал посещать их квартиру. Мама Виктории и ее муж, в общем, отчим Виктория, ее отец названный, который ее воспитал, они пристроили этого мальчика в русскую большую семью многодетную, но он там не прижился и вновь вернулся к Виктории и ее братику. И какое-то время мальчик-сирота жил с с ними Ренат и они подкармливали и о нем заботились. Виктория с братом продолжали ходить на водокачку за водой, поскольку воды в городе Грозном не было, как и отопление, как и электричество, и вообще люди 10 лет жили без всех этих благ. И там случались обстрелы, как-то был очень сильный обстрел, солдаты, увидев детей, которые мечутся под пулями, спрятали их у себя на своей территории за бронежилетами. Вот эти как раз знакомые Витя и Женя, которые когда-то сбросили неразорвавшийся снаряд в мусорный бак. И затем еще у них было несколько случаев общения с российскими военными, они не воспринимали их плохо как захватчиков, но просто как русские ребята из другого региона. Вот их отправили воевать буквально в принудительном, это солдаты-срочники, в принудительном порядке, это не наемники никакие. И люди вообще надо сказать неплохо к ним относились, жалели их, особенно это время первой войны. И был случай, когда тоже русские старики там жили в частном доме, и бабушка исчезла, пропала, тоже, видимо, уголовники местные напали, а старика труп лежал несколько дней у ворот. И Виктория с одним из этих солдат закапывали этот уже обезображенный несколько дней лежавший на улице труп недалеко от водокачки. Какие-то чеченцы местные по району увидели, что семья общается с российскими солдатами с базы, что они разговаривают, шутят, что эти солдаты иногда приходят. И когда дети пошли, вот Виктория юная девушка, ее братик, ребенок, они пошли за водой в очередной раз, то на них напали, схватили именно чеченцы с оружием затащили в пустой дом и сказали, что или их убьют, или потребуют за них выкуп. Солдаты вот эти Женя и Витя тоже это увидели, забежали следом за бандитами в дом и путем долгих переговоров и посула большой взятки сумели вызволить детей, по крайней мере Виктория об этом свидетельствует и Викторию и ее братика отпустили. Действительно таких случаев были сплошь и рядом. Я сама слышала от журналиста и фотографа, который приехал в город Грозный с целью показать, как чеченцы воюют за независимость и как значит они за свои права борются и его тоже схватили угрожали пытать и говорили, что за него получат 2 миллиона долларов. Тоже какая-то местная банда. То есть вот такие случаи они были распространены в то время и были даже случаи, когда уже после первой войны был страшнейший рэкет и уже русские местные закончились в основном и журналистов иностранных рабочих уже позахватывали в общем поубивали кого-то выкуп попросили и уже наши знакомые чеченцы страдали городские образованные люди потому что бандиты требовали с них каждый месяц дань местные бандиты. если они не платили то их избивали угрожали убить их родных и так далее то есть уже сами чеченцы попали в этот же капкан сначала издевались над не чеченцами местными а затем уже и над своими стали издеваться потому что бандитам по сути все равно над кем издеваться главное чтобы у них было оружие и власть когда Викторию и Ростика захватили чеченские бандиты то они говорили что за их голову они получат подросток Виктория и ее братик вот эти солдаты Витя и Женя вели переговоры сулили им взятки и какие-то консервы еле-еле удалось вызволить Викторию и Ростика и затем они уже больше на водокачку с водой не ходили ходили только родители потому что это было очень опасно очень опасное время это все происходило как раз перед августовскими событиями 1996 года перед летней войной когда тоже были страшные бои и погибло очень много мирных жителей в городе Грозно причем и детей и стариков и я лично знаю русские семьи которые погибли вот буквально вот все никто не выжил от обстрелов потому что когда стреляют с двух сторон это всегда попадает по третьей стороне по мирным жителям когда начались августовские бои Виктория мама ее отец брат Ростик мальчик Ренат они все прятались в подвале и так случилось что несколько дней там русские чеченцы все были в этом подвале в районе автобазы и не было уже еды никакой и соседи тоже русские люди семья пошли искать какие-то продукты у себя в закормах значит и столкнулись с вооруженными ячкирийцами с вооруженными военными чеченцами которые искали именно мать Виктории потому что она работала в морге при МВД в советское время и как раз после первой войны и у них была как бы лицензия на их убийство на убийство семьи потому что ее родители Виктории якобы сотрудничали по работе с оккупантами и вот эти вооруженные ячкирийцы стали требовать у соседей сказать где находится семья с детьми которую нужно убить соседи их не выдали не сказали что они в подвале сказали что не знают что они действительно были куда-то ушли и вооруженные чеченские значит боевики отобрали документы паспорта у этих русских соседей оставив людей в очень страшном положении потому что во время войны если нет паспорта просто убивают вот так некрасиво они поступили так свидетельствует Виктория об этих событиях отец Виктории и мать не стали рисковать дальше оставаясь в городе Грозном видя как вокруг убивают людей и на них тоже выдана лицензия на расстрел и детей тоже не пожалеют скорее всего потому что детей тоже убивали и они договорились с порядочным чеченцем который сдержал слово это очень важно вот когда человек порядочный он русский чеченец еврей африканец француз это совершенно ведь не важно если человек чести он держит слово у этого человека был КамАЗ он собирался выезжать из Грозного и они попросили чтобы он их вывез сбегали посмотрев что вооруженные люди ушли за кое-какими вещами вернулись и взяли с собой мальчика Рената того самого сироту который был бесхозный и бродил по руинам города Грозном которого они подкармливали и когда чеченец с семьей и они в кузове уже тронулись путь был обстрел и вдруг этот мальчик Ренат закричал нет нет я останусь в родном Грозном здесь убили маму папу я останусь и выпрыгнул в последний момент прямо уже практически когда машина начала свой ход далее Виктория уже не бывала в городе Грозном последний день когда этот КамАЗ выезжал из Грозного это было 17 августа 1996 года это был тот день когда она видела свой родной город и несмотря на страшнейший обстрел все-таки этот чеченец он был хороший водитель он сумел вывести всех людей кто забрался туда к нему в кузов договорился об оплате и он дал слово их вывезти и он их вывез несмотря на бои на обстрел и на происходящее вокруг далее в жизни Виктории ее брата и родители начались перипетии они жили в гостинице родители все еще возвращались в Грозный они узнали что мальчик Ренат жив но куда-то убежал в Астрахани в гостинице какое-то время их держали как беженцев потом государство ничем ведь не помогало их начали выселять некуда было идти компенсации не выплачивали компенсации были копеечные 120 тысяч рублей не платили и их люди беженцы из Грозного русские и другие национальности ездили к депутатам в Москву наконец после дефолта уже в 90-х выдали семье 120 тысяч рублей это были настолько смехотворнейшие копейки что удалось купить малюсенькую комнатку на окраине маленького городка и там буквально из подвала пищали крысы был страшнейший холод и был бетонный пол еще очень интересная байка ходит среди выходцев из Чечни что русским из Грозного из Чечной Ингушетии кто-то помогал в России в русских регионах это настолько смехотворная ложь и я всегда буду свидетельствовать что позор и стыд лжецам и лицемерам никакой помощи люди не получали они влачили жалкое существование они голодали и умирали на улицах особенно те у кого отобрали документы кто не получил никакой компенсации никаких родственников не было это просто лютая смерть от голода и холода вот такая была помощь и повезло бабушке Виктории что хотя бы сарай буквально сарай без всяких удобств куда можно было зайти но жить там было невозможно конечно же и дед с бабушкой потеряли дачу в Андреевской долине понятное дело что дядю Виктории чуть не расстреляли сами русские солдаты русского мужчину тоже пугали расстрелом семья тоже очень много пережила болела страдала а когда брат Ростик и племянник приехали вот в русский регион их не брали в школу тоже придирались Виктория сама пережила то что ей не верили в техникум и говорили поступайте заново мы не знаем учились вы или нет все то же самое было у меня я когда переводилась из города Грозного в Северокавказский университет меня тоже на два курса ниже взяли очень долго мотали нервы из-за того что из Чечни не отдавали академическую справку тоже вели себя отвратительно а у русских в университете уже северокавказском у руководства не было доказательств сколько я закончила курсов куда мне нужно переводить и тоже я была лишена не только компенсации помощи жилья медицинского обслуживания я была лишена даже учебы при том что мне приходилось выживать и я работала там 7 дней в неделю по 12 часов я просилась на заочное чтобы хоть как-то по ночам читать и сдавать и все равно меня не брали вот у Виктории была тоже такая проблема с учебой это очень долго не могло наладиться потом в конце концов наладилось ну хорошие люди есть всюду и пошли навстречу со мной тоже так случилось в Кавказском университете Северокавказский государственный технический университет я закончила именно благодаря тому что вот проректор меня поддержал и хотя на 2 курса я получилось 2 года потеряла вот но я все равно восстановилась и смогла его закончить то есть на самом деле жизнь беженцев в России из Чечни была крайне тяжелой и до сих пор потомки этих людей вспоминают что в городе Грозном до вот всей этой смуты начала 90-х была прекрасная жизнь и я тоже самое подтверждаю и потом началось вот эти бандиты ненавидят русских эти хотят значит группировка хотят Ичкерию а эти не хотят Ичкерию а хотят Халифат а эти значит хотят казни по шариату пена всплыла уголовники всплыли на поверхность начали убивать наших земляков беззащитных кто-то убежал в чем стоял очень многих убили и вот и вот никакого порядка не было и к чему собственно говоря пришли к тому что сейчас десятки тысяч людей уже этнических чеченцев бегут в Европу просят убежище и говорят что там жить невозможно а 30% русскоговорящих просто было уничтожено либо в чем стояли люди убежали и скитались голодали и умирали уже в русских регионах вот что такое война вот что такое желать воевать вот что такое желать войну этого ни в коем случае делать нельзя все нужно решать дипломатическим путем все нужно решать переговорами и всегда думать о мирных жителях которых бросают в жернова войны в топку войны потому что они будут сотнями тысяч гибнуть пока какие-то группировки делят между собой власть на самом деле нужно думать только о людях а думать о людях это значит не допускать войны что-то 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 это значит Продолжение следует...